Да, добрый вечер. У нас несколько перестройка по программе. Мы решили взять более глобальные темы для того, чтобы не увязнуть в деталях, в исторических подробностях, которые безумно интересны. Но просто, видимо, либо на это нужен отдельный курс, либо, как я сейчас планирую, пополнять то, что мы не успели с вами завершить в течение занятий. То есть давать еще какие-то темы, но в основном двигаться по тому плану, который мы сегодня наметили. И сегодня ли я, в деле по ленинскому принципу, шаг назад, два шага вперед, или это наоборот, я не помню, но это неважно. Мы вернемся с вами к понятию дарования Торы, которое я несколько оставил в стороне в расчете, что мы сможем к нему вернуться, и вот так у нас пошло через века, и все. А нам нужна глобальная идея, которая не совсем простая и, может быть, несколько неожиданная для многих. Давайте мы, прежде всего, сделаем шер и поднимем текст, вот, а дальше уже будем сражаться. Вот, мы берем с вами дарование Торы. Да, дарование Торы. Вот, это Михюта де Раби Ишмаэль. Мы теперь с вами можем сориентироваться, что это Медраж из школы Раби Ишмаэля. Несколько отличается от школы Раби Акива. Раби Ишмаэль всегда спорил с Раби Акива. И вот Михюта – это комментарий, Медраж на книгу Шмот. Видите, у нас здесь с вами в главе Итро появляется такой текст. Нам говорят, да, давайте возьмем строчки. «Анохи, гошем и локеха, я Бог твой всесильный» и рассмотрим их. Что нам Медраж об этом скажет? Не простой смысл. А, Медраж, я надеюсь, что не нужно напоминать, что это первые слова в десяти заповедях «Я Бог твой всесильный, твой, который выбил тебя из земли египетской, из дома рабства». И вот нам Медраж говорит очень важную вещь. Когда встал Всевышний на горе Синай и сказал «Анохи, гошем, я Бог, локеха, всесильный твой», земля вся испугалась. Как сказано в Шофтим, в книге Шофтим, в песне, которую говорит Двура, сравнивая события в его время с дарование у Торы, и она говорит так, «Когда ты вышел из горы Сиир, шагал,» – это про Всевышнего, «из поля и дома, земля дрожала». И еще сказано так, «Горы стали течь перед Всевышним, то есть от силы Всевышнего они начали плавиться, образно говоря, когда он на них наступил, когда он шел, наступал, горы начали растворяться и плавиться». Вот как сказано в Таилим, голос Всевышнего силой, голос Всевышнего в красоте и так далее. И дома наполнились светом шхины. Какие дома? Трудно сказать. Сыновья изжалили, в общем-то, не в домах. Как мы с вами представляем себе, они в шатрах, может быть, в сукот, как это можно себе представить, которые они построили на стоянке возле горы Синай, но не в домах. В это время собрались все цари народов мира у Белама, злодея, и сказали ему, «Может быть, это потоп приводит он в мир». Сказали ему, сказал он им. Он уже поклялся, что не приведет потоп в мир. Как сказано в книге Ишаяху, «Это воды Ноха, о которых я поклялся». То есть, воды Ноха, воды потопа. Я поклялся о чем, что никогда такого больше не будет. Сказали ему, «А может быть, потоп не будет потопа воды, а он приведет потоп из огня. Сожжет все. Посмотри, как бы, свет горит, все, где-то есть огонь, видимо, полыхает что-то». Сказал он им. Нет, это не потоп воды, не потоп огня. Он, а вот что это такое, Всевышний Богословен, он хочет даровать Тору народу его. Как сказано в Тагилии, силу народу своему даст. И когда они услышали это, все они повернулись, цари, видимо, собрания царей, как мы представляем себе ситуации, они разошлись всякие в свое место. Теперь, что мы можем выяснить из этого Медраша, который может быть знаком, но прежде всего мы видим, отсюда легко догадаться, что дарование Торы было не только для сыновей Израиля, оно было для всего мира. Иначе зачем же свет щены, настоящий щены засветился бы в домах, может быть, всех неевреев, а может быть, правителей неевреев? Тут не совсем понятно, но это не так важно. Вот свет засветился в домах, и они обращаются к Беламу. И, оказывается, Белам все знает. Почему Белам все знает? Понятное дело. Тора для сыновей Израиля должна была быть дарована через Маше, а для народов мира она должна была быть дарована через Белама. И тут Белам как бы ничем не провинился еще. Он рассказал всю правду, он сказал царям, есть Тора, есть Тора, которую Всевышний дает. Вот это то, что вы чувствуете. Цари, когда они поняли, о чем идет речь, они ушли каждый в свое место. Интересно для нас также сравнение дарования Торы с потопом. Оно встречается и в книге Зоор, что также неудивительно, потому что она от учения раби Шимона Бар-Юха и учения того же времени, ученика раби Акива. И мы представляем себе, что здесь перекличка с текстом Ремиягу, который говорит нам, что в будущем вся земля будет полна знанием Бога, как море полно водами. Море на еврите, ям – это как бы водоем, даже очень большой, и он наполняется водою. И вот так вот море, как море наполняется водою, так вся земля наполняется знанием Бога. И понятно, что восприятие этого события народами мира как потопа, оно не очень позитивно. Но вот перед нами картина, Тора дается всем. Если кто-то скажет, ну, Маше – это Маше, а Белам – это Белам, то нам специально подчеркивают мудрецы, что Белам ничуть не уступал Маше в своем понимании мира, видении мира. Про него говорится, что сначала он был пророком, а потом стал голдуном. Так бывает, как мы можем представить себе, на человека сваливается духовная информация, духовная сила, он идет с ней, потом не выдерживает и начинает воспринимать ее неправильно или пытается уйти от нее, от этой информации. И тут можно сказать, что пророк, который воспринимает слово Всевышнего, он превращается в колдуна. Когда мы в главе Балак встречаемся с ним, Беламом, то, конечно, он уже находится в состоянии колдуна, который представляет себе, что со Всевышним можно бороться. Если не бороться, то уговорить его сделать то, что Всевышний явно не хочет делать. Но по своей высоте, по своей высоте знаний, видения мира, Белам ничуть не уступает Маше, и мы видим, что с ним Всевышний разговаривает, только разговаривает ночью, но опять же, это уже в тот период, когда он стал колдуном. Так что дарование Торы – это глобальное событие, предназначенное для всего человечества. И дальше, продолжение этой годы вы, наверное, знаете. Может быть, текст вам знаком, но вывод, который мы постараемся сделать, очень-очень важен для нас, и не думаю, что вы его как бы знаете, чтобы никому не было обидно. Вот, может быть, не знаю. Поэтому, говорится, Медраж продолжает, народы мира будут востребованы на суде за Тору. И зачем это было сделано? Для того, чтобы не дать им оправдания в суде перед лицом Всевышнего. Речь идет о будущем суде, когда будут судиться все народы. А может быть, эта ситуация влияет и сейчас уже, и с года в год, как мы знаем, что Рожешана начала года – это суд не только над сыновьями Израиля, это суд над всеми народами. И вот для того, чтобы они не могли сказать по отношению к Шхене, то есть обратиться к Всевышнему и сказать, что вот эти уже приняли Тору, то есть сыновья Израиля, а что же нам теперь делать? И поэтому рассказывается еще один момент. Наверное, его легко совместить с предыдущей Агадой. И здесь говорится, открылся сыновьям Исава злодея, подчеркивает Медраж, и сказал им, принимаете ли вы на себя Тору. Тут нужно оговориться, что мы понимаем, что, конечно, не было такого момента пророческого, не было какого стояния какого-то угора Исиир, где бы народы Исава собрались, это понятие аллегорическое. Здесь рассказывается о том, что Всевышний мог бы пройти по всем народам и мог бы предложить им Тору, но он заранее знает, что он услышал бы, он услышал бы от каждого и каждого из них. Тем более, если, скажем, мы вот видели в предыдущей Агаде потрясение, которое произошло в момент дарования Торы, оно вернуло царей в их дома. И Микаблим Атем, принимаете ли вы на себя Тору? Сказали ему Всевышнему, а что написано в ней? Сказал им, не убей. Сказали ему, это наше наследие, которое оставил наш отец, наше благословение наследное. Он сказал, как сказано Берешин, «Аль-Харбеха Тихьев, ты своим мечом будешь жить». Так сказал Ицхак Яков, дал нам такое благословение, своим мечом будешь жить. Ну, понятно, если в Торе написано «Не убей», как же мы примем Тору, когда у нас благословение наше жить мечом. Открылся Амону, Мааву, сказал им, принимаете ли вы Тору? Сказали ему, что написано в ней? Сказал им, не прелюбодействуй. Сказали ему, Анах, мы все прелюбодействуем. Как написано? Рассказывается история про дочерей Лота, которые напоили своего отца и легли с ним. И понятно, что это вошло в кровь и плоти, в гены. Тем более, что своих сыновей они назвали Муав, от отца, и Амон, народ мой. Второе название несколько скрытое, но тоже подчеркивает, что как бы намекает на происхождение от отца, что дочь родила от отца. Открылся сыновьям Ишмаэля, сказал им, принимаете ли вы на себя Тору? И сказали, готовьтесь, в конце будет, в конце текста будет вопрос. Сказали, сказали ему, что написано мне? Он сказал мне, не воруй. Сказали ему, у нас же благословение, как сказано, дикий человек. И еще написано, Киганоп Гунафти, ибо я был украден, рассказывает Юсеф. Но я думаю, что здесь можно вспомнить еще один момент о благословении Ишмаэля. Рука его на всех, рука всех на нем, то есть это благословение вора, который засовывает руку в каждый карман, и ему достается ото всех, если его ловят. Когда же обратился к сыновьям Израиля, они сказали, что сказали, на Асеба Нишма, сделаем и услышим. Здесь я хочу предупредить в скобках, что, в общем-то, нет такого комментария. Может быть, где-то кто-то из последних, скажем, описателей, так сказать, общих Тор, он берет такой пласт, что нужно соблюдать, даже если не понимаешь, сделаем, а потом услышим, такого комментария здесь нет. То, что приводит Турат Мема из разных источников, что мы сделаем то, что ты нам скажешь сейчас, и будем и услышим для того, чтобы, естественно, сделать то, что ты нам впоследствии скажешь через пророка. Это одно из пониманий традиционных, которые здесь есть. То есть иногда давят людей тем, что надо делать, не понимая, не знаю, правильно это, неправильно, не понимая. Есть много комментаторов, как Майорал, например, которые говорят, невозможно делать, не понимая. Что-то ты должен понимать из того, что делаешь, поэтому сделаем, а потом поймем. Это не неправильные комментарии, что сделать, надо делать, не понимая. Делать для того, чтобы понять, тоже есть такой комментарий, а для того, чтобы понять глубже, Это, пожалуйста, но ни в коем случае не такой подход, что сделаем, не понимая, но потом поймем когда-нибудь. Это не годится, это не проходит по нашей традиции. И также сказано в Хавахуке «измерю землю и остальные народы». Здесь мы остановимся. И я хотел бы вам задать такой вопрос для того, чтобы нам вместе как-то поработать над этим текстом. Мы видим, что здесь складывается очень странная ситуация. В принципе, те заповеди, о которых рассказывается в этом Миндраши, с которыми Всевышний обращается к народу, и которые они отвергают, будь то заповедь убийства, разврата и воровства, эти же заповеди входят в семь заповедей Ноаха. Как же они могут отвергнуть Тору на том основании, что в Торе есть заповедь «не убивай», в Торе есть заповедь «не воруй», «не воруй», «не воруй», «не действуй». У них же есть эти заповеди в списке заповедей сыновей Ноаха. Миндраш, безусловно, предполагает, что разговор идет у этих народов со Всевышним, которого они знают. Посмотрите, да, это Исааб, безусловно, он знает Всевышнего. Так или иначе, он знает Всевышнего. Омон, Мааф, безусловно, они знают Всевышнего. Ишмаэль – это то, с кем идет разговор. И они обязательно должны быть в курсе, что у них есть эти заповеди. Как же? Они говорят Всевышнему, да? Ты нам говоришь «не убивай», а у нас благословение, мечом твоим будем жить. Ибо Всевышний должен был ответить, сказать, «Ну, вам же уже даны семь заповедей Ноаха, я от вас не требую ничего дополнительного. И здесь я прошу вас помочь мне разгадать эту загадку. Что имеет в виду Мидраж? На что он намекает? Что это за посылка такая, что народам мира предлагается Тор, и они ее отвергают на основе того, что там есть заповеди, которые не подходят к ним. Но это заповеди семь заповедей народов мира. Пожалуйста, помогайте». Они, наверное, принимают на себя предопределенность одну из двух. И таким образом как бы становятся идолопоклонниками, что ли. Как мы говорили на прошлом занятии про астрологию и прочее. А если бы они просто делали вот сейчас как надо, то тогда бы у них, скажем так, судьба изменилась бы. То есть вы читаете, что свое благословение они видят как предопределенность. Или хотят видеть. Что вы говорите? Или хотят видеть. Или хотят видеть. Или хотят видеть, что они не могут от этого уйти. Исаф не может уйти от убийства. Ишмаэль не может уйти. И вот выросла, потому что таково его благословение. Если воспринимать в таком плане, я бы сказал, что благословение здесь и благословение Ицхака, и благословение Ицхака Исаву, и благословение Ишмаэлю, они скорее звучат как предупреждение. Они скорее звучат как предупреждение. Но не может отец вот таким вот серьезным образом предупредить сына, смотри, ты будешь жить мечом. Он предупреждает. Предупреждает. Война нравится тебе. Лихость, риск на войне, захват чужих земель, захват чужого. Это то, что тебе нравится, то, что у тебя заложено в душе. Но ты должен быть с этим осторожнее и, скорее всего, что ты должен с этим бороться. Потому что вспомните благословение Иакову. Тот же Ицхак говорит ему, голос, голос Иакова, руки, руки Исава. И наши комментаторы говорят, что это и он берет на себя и функцию молитвы, и функцию становления твердой власти должен взять на себя Иаков. Получается у него? Нет, но это то, что на него возложено. Так что я бы все-таки видел в этом скорее предупреждение. То, что вы сказали, это замечательно. То есть вы хотите сказать, что они не воспринимают как это предупреждение. Они как говорят, ну у нас руки опускаются. Если мы такие, если человека называют вором, так он и пойдет воровать. Если его называют убийцей, то не жди, особенно, что он долго будет, долго будет думать, прежде чем он достанет нож или выстрелит из пистолета. То есть они как бы видят себя таким образом. Но все-таки с ними говорит Всевышний, судья. Пожалуйста, есть еще что-то? Мне кажется, что Всевышний хотел оставить свободу выбора. Оставить? Свободу выбора. Что потом народу не говорили. Что мы не хотели, а нас заставили. Это правильно. Это правильно. Об этом Медраж так или иначе уже сказал, что Всевышний прошел сначала по всем народам, чтобы они потом не сказали, что вот если бы он даровал сначала Тору сыновьям Израиля, то они сказали бы, ну, они уже приняли Тору, а нам ничего не осталось такого замечательного, прекрасного. Так мы пошли своей дорогой. Поэтому он сначала прошел по народам мира. И, естественно, спрашивает у них выбор. В общем-то, выбор и у сыновей Израиля. Выбор у сыновей Израиля. Они, правда, мы видим, что понятно, что у сыновей Израиля другое воспитание. У них корни праотцов. Они видели чудеса исхода из Египта. Они, как мы видим из книги Шмот, стремятся к горе Синай для того, чтобы говорить со Всевышним. И их даже не устраивает, чтобы Маше передавал им слова Всевышнего. Они говорят «Коля-шер-зибир-га-шем-на-се». Еще одна фраза. Все, что говорил Всевышний, мы сделаем. Всевышний пусть нам говорит «не ты». Потом они не выдерживают голос Всевышнего. Это понятно. И начинают говорить Маше. Но изначально у них рвение, стремление говорить со Всевышним. Подойти к горе Синай. Узнать, кто вывел их из земли Египетской. Кто сделал для них чудеса. То есть совершенно другой настрой. Совершенно другой настрой. Их изначально не пугает голос Всевышнего. И изначально они не готовы воспринимать это как потоп. Правильно? Значит, у них как бы другое настроение. Что-то еще хочется добавить? Возможно, народы мира думали, что если никто не примет Тору, то и все обязательства будут сняты. И предыдущие семь заповедей. Что они будут сняты и предыдущие семь заповедей. Да, может быть, да, что с ними предыдущие семь заповедей будут сняты. Что они пожалуются Всевышнему, что такова их природа. И он скажет, ну, если такова их природа, давайте я оставлю их в покое. Правильно? Здесь, я надеюсь, что наше обсуждение было очень интересным, замечательным. Если кто-то хочет добавить, пожалуйста. Если нет, то мы сейчас, как на шахматной доске, сделаем следующий ход. Пожалуйста, если кто-то хочет добавить, с удовольствием. Все принимается с большим удовольствием. Здравствуйте. Я помню, читал на тему, что дарование народа мира Торы, предлагалось Тора, это имело в виду, что Авраам учил учеников, и они расходились по миру, и они выполняли свое учение. Это имелось в виду, что Бог предлагал. Возможно. 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 То есть, что ученики расходились по миру, в этом нет ошибки. Мне представляется, мне представляется это не совсем так, потому что мы... То есть, опять же, я не спорю. Принято. Все, я не могу оспорить, не могу это вычеркнуть. Мне немножко представляется трудным принять такой момент, потому что мы не видим учеников, мы не видим учеников Авраама, которые пошли бы по миру. Мы знаем из Медраши, что Авраам, тех учеников, которых он привел из Харана, души, которые он сделал в Харане, он оставил в городе Шхем, со всеми вытекающимися оттуда последствиями. Это объясняет, почему Яков подошел к городу Шхем прежде всего. И то, что там произошло. То есть, как бы не объясняет... То есть, никто из учеников Авраама не остался, как мы видим, кроме его раба Элиезера, который был приближен к нему. Если у него были слуги и так далее, это трудно восстановить, но понятно, что близких учеников у него не было. И учения он должен был передать сыну. Вы можете сказать, что он хотел передать учения на более простом уровне другим народам. И это тоже мы с вами видим, когда он женится в конце жизни на Ктуре, кто бы она ни была, у него рождаются дети, и он отправляет их от Ицхака и дает им Шем тума, дает им нечистое имя. То есть, приблизительные знания о Боге, они не могут нести настоящие знания о Боге никуда. И в этом идея Торы, только потомки Авраама, не пройдя через изгнание, став свидетелями чудес в Египте, исходы Египта и стоя у горы Синай, они способны дальше нести Слово Всевышнего. Если бы потомки Авраама хоть что-то, если бы потомки Авраама что-то хотя бы исправили в мире, мы бы обязательно это бы знали, и это было бы тяжело воспринять с точки зонитора. Если у кого-то открыть микрофон, то просьба его закрыть. Это, скорее всего, у Елены Сергеенко. Эй, Сири, играй какую-то музыку. Да. Вот, Елена Сергеенко, открыв микрофон, я думаю, да, и просьба его закрыть. Да, мы сейчас обратимся к Натану тогда. Натан, нельзя ли закрыть микрофон? Вот, я пытаюсь, но у меня нету такой возможности. Елена, уважаемая Сергеенко, если можно, закройте, пожалуйста, микрофон. Так, значит, давайте о, замечательно, спасибо большое. Теперь, давайте представим себе более-менее надежный способ понимания этой годы. от семи митцвот нооха. Народы мира не могут отказаться перед лицом Всевышнего, просто отбросить их. Но требование к сыновьям Израиля, оно совершенно, оно совершенно иное. Нельзя сказать, что у нас есть семь заповедей нооха, вот, и они входят в 613 заповедей заповедей Торы. Мы же не говорим так, да? Мы говорим с вами, что у нас есть 613 заповедей плюс семь заповедей, плюс семь заповедей, и это нам дает число 620, погематор это число кетер, корона и так далее. Но мы семь заповедей нооха не вписываем, не вносим в Тору, хотя они там есть, в общем-то, в том или ином виде, дальше можно разбираться в деталях, но они там есть. Дело в том, секрет в том, что требование к сыновьям Израиля это изменить свой внутренний мир, сделать так, чтобы даже без давления внешних обстоятельств не было тяги к Дурному. Пример. Вот поймали вора, и вор плачет. Вопрос, о чем он плачет? В 99 случаях плюс он плачет о том, что он попался, он жалеет, что он напался, он говорит, я больше не буду, отпустите меня, но он жалеет не о том, что он украл, не о том, что он нарушил закон Всевышнего, не о том, что он, может быть, кому-то нанес вред, или даже не нанес, он украл, скажем, богатого человека, а нанес вред только идеи Торы, которые требуют от человека никогда не брать чужое, потому что Всевышний присутствует повсюду, и тот, кто врет чужое, умышленно, он как бы вольно или невольно свидетельствует о том, что Всевышний его не видит, так он же не жалеет об этом, он жалеет о том, что попался. Для сыновей Израиля это вообще не уровень, не раскаяние, и не исполнение заповеди «не воруй». Изначально от сыновей Израиля требуется такое исполнение заповеди «не воруй», когда уровень общей человека, человеческой души, он намного-намного выше, чем тот уровень, на котором может быть совершено это преступление. И если что-то случилось, сбил его кто-то, товарищ, он молодой человек, там его кто-то сбил, или какая-то группа, как описывается в Мишле, который мы учили у царя Штамо, взяла его на воровство, и он по молодости и по глупости пошел, то когда они попались, он плачет не столько потому, что он попался, и вообще не потому, что он попался, он плачет, потому что ему стыдно перед собой, перед Всевышним, перед родителями, перед друзьями, да, и его душа содрогается от душа, душа содрогается от садейного, да, вот, их в этом, да, то есть это требование, это требование заповеди Торы, они предъявляются не только к поведению, если говорить о запретах, да, то они проявляются не только к тому, чтобы устраниться от запрещенных действий, а к тому, чтобы человек до глубины души понимал, да, или ощущал, что подобное поведение, оно неприемлемо перед лицом Всевышнего и перед лицом людей, есть законы, которые связывают человека и Всевышнего, есть законы, которые связывают человека и человека, в любом случае, да, такое поведение неприемлемо, да, что скажете на это, как отреагируете, да, и вот, поэтому, да, 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 может быть, подразумеваются такое неформальные такие отношения более с Всевышним, то есть, или просто вот более близкие, что ли? Можно, можно сказать, формальные можно сказать, то, что я бы подчеркнул здесь, это очень важно для нас, да, на иврите, это называется хеврати, как сказать, те законы, которые идут со стороны общества, да, общество запрещает мне воровать, да, общество запрещает поклоняться мне идолам, да, общество запрещает мне забирать чужую жену, да, а если я попаду в другое общество, да, общество разбойников, да, то у меня не будет никаких проблем, да, это уровень законов на иноха, это общество упорядочения общества, когда общество призвано следить за порядком, да, прежде всего, да, и внутренний мир человека, да, он не затрагивается, нет таких требований, да, есть кто-то идет, возвышается, есть праведники, которые понимают и так далее, это пожалуйста, да, у всех человек, существо неограниченное, у всех есть неограниченный уровень, да, но сама по себе посылка, да, и мне кажется, это очень важно нам усвоить, да, что предполагается, что должен быть, должен быть порядок, должна быть система наказания, да, когда, как, должна быть система наказания, когда пресекаются преступления. если какой-то народ сможет построить такую систему воспитания, да, которая исправляет внутренний мир человека, да, то это будет замечательно, да, но практика, практика, в общем-то, показывает, что такого даже понимания, такого посыла, как исправление внутреннего человека в народах мира, в народах мира, в их, там, скажем, позитивной части, если так можно сказать, да, она не присутствует исправления внутреннего, внутреннего мира человека, да, вот, чтобы сделать так, чтобы для совершения преступления, оно отталкивало, оно было для человека, для человека отталкивающим, да, это как бы две разные посылки, да, и опять же, заповеди со стороны общества и заповеди, наверное, надо сказать, и со стороны общества, и со стороны внутреннего мира человека, если мы с вами вспомним, то последняя заповедь, да, из десяти заповедей Аль-Тахмот, не желай, она точно относится к внутреннему миру человека, да, не то, что, не то, что не прелюбодействуй, не желай жену ближнего твоего, не желай его имущества, балла, осла и так далее, да, само по себе, само по себе желание на это есть, скажем, там, галаха, вот, как эта заповедь нарушается в действии, но нам сейчас это не важно, главное, что эта заповедь направлена на внутренний мир человека, не желай, не желай то, что есть у ближнего твоего, да, справились мы с этим как-то? Можно вопрос задать? Да, пожалуйста, конечно. А как это соотносится с понятием так называемого морального закона внутри каждого человека? Еще раз, моральный закон, моральный закон, еще раз, я не совсем понял, моральный закон, есть много моральных законов? Как бы считается, да, что у каждого человека есть моральный закон, какое-то совесть, что-то такое, да, что внутри и нас... Ну, вот этот пример с тем, что я попадаю в общество, которое мне это не запрещает, и я не могу делать все, что хочу, тем не менее считается, что у каждого человека есть какие-то внутренние моральные ограничения, которые... Правильно, правильно, это уже... Это как бы... Следующий этап, да? Мы видим, о чем здесь говорится, да? Люди, которые живут в обществе, и сказано, да, что мечом твоим будешь жить, да? Не только выход на войну, как бы замечательное, прекрасное, разрешенное дело, да? Это дает атреналин, это дает жизненную силу, да? Вот. И отказаться от... Отказаться от войны излишней, захватнической, по крайней мере, да? Это нет, это невозможно, да? Вот. И здесь речь идет обо всем обществе, да? Если вы... Я бы всегда шел со стороны... Со стороны исторических примеров, да? Со стороны исторических примеров. И вот если посмотреть на древнее общество, то можно представить себе, был ли кто-то... Был ли кто-то в Риме, который был готов пойти вот так вот против... против устоявшихся... Устоявшихся правил нравственности, устоев нравственных, которые были в Риме, да? Это надо подумать. Я как-то не очень сейчас... Не очень сейчас припомню, да? Я слышала о том, что был период, когда много римлян принимали гейюры, было такое... Это другое дело. Это другое дело. Это совершенно верно, да? Вот. То есть, когда Рим дошел до, как бы, до предела низости, такой, что она стала отвратительной, то появилось немало людей из римлян, которые потянулись к торе и принимали тору, то есть становились... становились герами, да? Это идея гейюра. Мне кажется, она несколько... несколько другая. Человек решает присоединиться к еврейскому народу. Он же уходит от своего народа. Он присоединяется к еврейскому народу, а свой народ он оставляет. Он живет интересами еврейского народа. Он живет понятиями еврейского народа. Он в дальнейшем пытается воспитывать своих детей в понятиях еврейского народа. Конечно, тут и совсем другая ситуация, если речь идет о гейюре. Окей. Правда, Ева, я вот не поняла. Мы уже получили ответ на вопрос, почему народы мира не приняли тору? Я думаю, что ответ был, да? Что когда говорится, когда Всевышний говорит о том, примите ли вы тору, и есть запрет убийства, то речь идет о том, чтобы устранить из души любую тягу к пролитию крови? Вы можете сказать еще, можете сказать еще примерно так, да? Что значит убийство для сыновей новых? Ну, по-простому взял там, лотнул кого-то нож, не дай Бог, убил. Человек перестал дышать. Для сыновей Израиля убийство имеет понятие гораздо более широкое. Во-первых, скажем, есть обязанность заботиться о человеческой жизни, и даже сократить жизнь на одну минуту, одну секунду, там это неопределено, скажем, с точки зрения Галахи, так или иначе, да, человека, умирающего, это также считается убийством, да? Возможно, за это не будет полагаться смертная казнь, но с точки зрения действия, с точки зрения ответственности перед небесами, это убийство, да? И само по себе отношение к человеческой жизни, да? Когда нельзя убить ребенка, ребенок не считается твоей собственностью, то, что было среди древних народов, да? Что раб, как мы с вами неоднократно говорили по определению Аристотеля, это говорящий инструмент, да? И, скажем, ну, нужно представить себе обычаи древнего мира, вот, и, скажем, да, хотя бы Иосифа Флавия, да? Хотя бы Иосифа Флавия посмотреть, как он описывает, да, обычаи древнего мира, вот в доме прокуратора, да, скажем, в Иудее, такая сцена, не помню, кто из прокураторов сейчас, да, такая сцена у Иосифа Флавия описывается, да? Вот раб, да, юноша, да, приносит дорогой сосуд, да, приносит дорогой сосуд с фруктами, там, скажем, небольшое число фрукт, и разбивает его, да, вот, и прокуратор велит бросить его в бассейн с пираниями, и все, что юноша просит у него, да, это просит у него, это то, чтобы, то, чтобы его не бросали живым, а убили сейчас, он не рассчитывает на то, что ему была, на то, что ему была бы дарована жизнь, да, отношение к человеческой жизни, да, отношение к жизни раба, к жизни женщины, жизни ребенка, да, это все совершенно, все совершенно иное, да, вот человек живет в таком обществе, да, и вот сейчас ему скажи, да, у тебя, ты хочешь закалить свой меч, да, ты не имеешь его права воткнуть в раба, потому что было такое поверье, да, что меч, когда его раскаленный новый меч втыкают в раба, то сила раба переходит в меч, да, так закаляли стали, как говорят, да, так закалялась сталь, да, вот скажи ему, что ты это не имеешь права сделать, да, он тебе скажет, почему? Да, это исходное народов мира, это исходное Исава, это, скажем, да, исходное Римской империи, да, если, скажем, да, это исходное Римской империи, да, если говорить о других народах, Омону и Омон и Моаву, да, они поклонялись идолу разврата, да, как это было, можно сказать, великому сожалению в Древнем мире во многих местах, да, их идол это был идол разврата, перед которым тот, кто сделал наиболее постыдные действия, он, тот, кто сделал наиболее постыдные действия, он, как бы, совершил на наилучшее служение, Бааль-Пиор, да, тот самый Бааль-Пиор – идол разврата, да, и вот, допустим, сейчас они оставят этого, оставят этого идолу разврата, да, но привычка к разврату у них осталась, ценность семьи, она разрушена, да, ценность семьи, она разрушена, и, скажем, да, и понятие, понятие того, что разврат – это ужасное дело, он разрушает человека, он разрушает семью, он разрушает общество, да, у них этого понятия нету, еще тысячу лет не будет, да, может быть, будет через тысячу лет, потребуется очень-очень много времени к тому моменту, да, народы находятся на таком уровне, да, когда они не могут принять на себя заповедь, не могут принять на себя заповедь «Не убивай», да. Медраж, он нас взял куда-то в несколько другую, в несколько другую плоскость, он нам, как бы, говорит, да, если даже они сейчас примут эту заповедь, да, им потребуются еще долгие-долгие годы, может быть, тысячелетия для представления, для исправления своих представлений о ценности человеческой жизни, о запрете убивать детей и приносить их в жертву, да, о запрете продавать женщину или убивать ее, если она тебе надоела, им предстоит еще долгий-долгий путь для того, чтобы осознать это, да, и совершать, и, как бы, исполнять этот закон, исходя из внутренней потребности, а не из внешних, а не из внешних ограничений, да, вот, поэтому, как бы, Медраж нам говорит, да, говорит о том, что исполнение таких законов из внутренней потребности, оно требует, оно требует изменения всего общества, да, и когда сыновья Израиля подошли к горе Синай, это был народ, в принципе, принципиально отличный от всех, от всех остальных народов, да, народ, который мог согласиться с тем, что рабство, по крайней мере, тяжелое рабство, которое было у народов мира, это отвратительное явление, это народ, который мог понять, может быть, тоже не сразу, но постепенно, мог понять высокую любовь между мужчиной и женщиной, ее ценность, да, вот, и этот народ, который мог понять ценность каждой человеческой жизни, да, невозможность просто так убить человека, только в одном случае, когда он угрожает тебе, когда он нападает на тебя, или когда он говорит, что он тебя убьет, это другое дело, да, вот, а так просто убить человека по тем или иным причинам, это совершенно невозможно и недопустимо, так что мы мы вышли из совершенно другой исходной точки, чем народы мира. В этом плане, да, может быть, это не очень хорошо, но только для того, чтобы подчеркнуть тему, да, если вы знаете Дизриэли, да, то, когда его в английском парламенте оскорбил один лорд, то он сказал, да, что когда твои предки лазили по деревьям, мои предки уже писали книги, да, вот, то есть это разный уровень развития, разный уровень, разное исходное, да, разное исходное, и мы видим, что Митраж отражает идею, да, хорошо бы было даровать Тору всем, хорошо бы было, чтобы был пророк, который приходит к народам мира, и они его знают, и они его уважают, это не Маше, который, как можно представить себе, утопил войско фараона и разрушил весь Египет, да, это как бы наш человек, которого мы давно знаем, да, вот, и, скажем, да, мы к нему обращаемся со всеми вопросами, что происходит в мире, какая звезда появилась, какая звезда упала, какая звезда вошла не на том месте, все это, все это к нему, да, и вот сейчас, как бы народы мира пришли к Беламу, да, и после того, как он им объяснил, что это дарование Торы, как раскрытие божественного во всем, присутствия во всем мире, да, не только слова и не столько слова, да, я перескакиваю на году, которая была выше, да, я Бог твой, да, это речение, я божественное, оно наполнило всю землю, да, не выдержали, да, не выдержали, и убежали. Здесь я бы хотел добавить еще, еще один, еще один момент, да, хотел добавить еще один момент, да, момент, в общем-то, наверное, не простой и требующий, а вдумавне, да, мы помним с вами, что сыновья Израиля, когда они подошли к, им подошли к горе Сина, и то Всевышний повесил над ними гору, они сказали только что, нас, и мы не жма услышим, и сделаем, и услышим. Прошу прощения, надеюсь, что Натан вырежет этот момент и записи. И подошли, они бросились, когда Всевышний повесил над ними гору, как говорят, как корыто перевернутый, и сказал, если принимаете Тору, то хорошо, мутав, а если нет, то здесь будет ваша могила. Мы видим, что сыновья Израиля бросились бежать. Они тоже оказались, тоже, если можно привести здесь параллель, в каком-то смысле, оказались неспособны получить Тору. Но первые две заповеди, «Я Бог твой, и пусть не будет у тебя богов других перед лицом моим», они слышали из уст Всевышнего. Остальное им говорил Маше, говорил Маше со слов Всевышнего, рассказывал им, передавал им Тору, потому что они оказались не в состоянии принять Тору. Что значит, не в состоянии принять Тору? Они только что сказали, сделаем и услышим. Только что согласились. Все, что скажет Всевышний, мы будем делать. Еще одна фраза и той же главы Мешпатим. Мы все это будем делать. Так в чем же дело? Мы понимаем с вами, что Тора, она бесконечна, как речь Всевышнего, как голос Всевышнего. И ее можно было даровать на таком уровне, который сыновья Израиля в состоянии выдержать, но Всевышний даровал ее на таком уровне, который сыновья Израиля не в состоянии выдержать. Иными словами, как можно представить, мы несем учение из поколения в поколение, и мы несем еще что-то большее, чем слова. Мы несем какой-то божественный груз, божественный свет, божественную нагрузку, который отразился на нас. Говорят, что в этот момент души сыновей Израиля вылетели, и потом Всевышний вернул их обратно, но вернул их обратно. Он же по-другому. Они по-другому были связаны с телом, то есть по-другому воспринимали мир, ощущали, воспринимали мир. То есть вот это как бы повисшая гора Синай над сыновьями Израиля, она изменила их и сделала другими людьми, людьми, которые несут что-то на себе, что они сами не знают и не представляют. Скажем, как говорит Раф Шерки, мы несем на себе большее, чем мы можем осознать. Это, может быть, в какой-то степени объясняет, почему сыновья Израиля и оказываются в Галуте, и уходя даже от Торы, они по-прежнему продолжают оказывать принципиальное влияние на мир. Правда, нужно разобраться с тем, каково это влияние, когда они отходят от Торы, является ли оно влиянием положительным или влиянием проблематичным, влиянием, которое является разрушительным, может быть, из-за того, что оно остается непонятно другими и впоследствии требует исправления. Я приготовил для вас примеры, по крайней мере, несколько примеров, для того, чтобы вы с вами могли как-то представить себе, представить себе, о чем идет речь. Сейчас мы попробуем. Принципиальные ошибка всех гуманистических учений, если так можно сказать, она заключается в том, что люди хотят осчастливить весь мир сразу. Вот пример. Мы сейчас не пример. Можем привести с вами для кого кадры с фильма, а для кого иллюстрацию к книге «Совачье сердце». И все хорошо помнят, что Шариков произносит в этот момент, подняв рюмку за обедом, он говорит «Желаю, чтобы всем». «Желаю, чтобы всем». Это принципиальная ошибка, которую заметили многие философы думают, что не без помощи Торы, хотя доказать это очень трудно. Вот всем известный философ, всем известный философ, я пытаюсь просто увеличить его цитату, сейчас одну секунду, возьмем место девятого шрифта восемнадцатый двадцатый, оно сразу будет видно, Бердяев, относительно свободы и равенства. Его известное высказывание «Свобода есть право на неравенство». Равенство, если оно понимается шире, чем сугубо формальное юридическое право равноправия и свобода вещи несовместимые. По природе свои люди не равны, достичь равенства можно лишь насилием, причем это всегда будет выравнивание по нижнему уровню. Уравнять бедного с богатым можно, лишь отняв у богатого его богатства. Уравнять слабого с сильным можно, лишь отняв усиленную его силу. Уравнять глупого с умным можно, лишь превратив ум из достоинства в недостаток. Общество всеобщего равенства – это общество бедных, слабых и глупых, основанное на насилии. Это вывод Бердяева. Почему я говорю и почему здесь такой резкий перескок? Для того, чтобы понять отличие Торы от других, скажем, систем философских, социальных и юридических и государственных и в чем проблема, в чем заключается проблема. Но, пожалуй, может быть, я эти цитаты взял несколько преждевременно. Может быть, для того, чтобы проиллюстрировать еще раз нашу Агаду с другой точки зрения и добавить к ней некоторые моменты, мы сейчас возьмем с вами еще одну Агаду из Илкут-Шамани из главы Новых. Здесь детали. Это Агаду начали пути Авраама не о том, как он пришел к знанию о Всевышнем, а о том моменте, который нас с вами в данном случае интересует. Здесь рассказывается о том, что был такой Немрод, который был Немрод, и его поставили царем, и он начал строить фавилонскую башню. Так, так, так. И вот его построили на 27 миль. Не знаю, реально это или это образно, скорее всего, образная посылка. И тут говорится так, когда поднимали кирпичи, поднимали на восток, а спускались, уже без кирпичей, видимо, спускались на запад. И если падал человек и умирал, не обращали внимания, не обращали внимания на него, а если падал кирпич, сидели и плакали, и говорили, горе нам, когда мы сможем поднять вместо этого кирпича еще другой. Встал Авраам, как мы помним, Аврааму было где-то 48 лет в то время, когда строилась Павелонская башня, он еще не проявил себя, история с разбитием идов, она несколько позже. Встал Авраам и смеялся над ними и проклял их именем Бога, как сказано, и дальше Всевышний смешал их языки, и они бросили, им стала неприятна их работа, и так далее, и так далее. То есть, мы видим с вами потрясающий момент здесь, на мой взгляд, посылка, которую нам тоже надо было бы как-то усвоить. Люди могут собраться, собраться против Всевышнего. Строить какое-то общество на тех или иных принципах, на принципах, на тех или иных принципах. У этого общества может быть движущая идея, построить башню, башню, которая спасет от потопа, как считали, который приходит периодически на землю, а кто-то думал, что они смогут подняться и воевать со Всевышним, подняться на небо и воевать со Всевышним на 27 миль немалая высота, вот они думали, что они там найдут Всевышнего и будут воевать с ним. Это все не важно. Всевышний не трогает это общество до тех пор, пока оно не искореняет в себе милостивое отношение к человеку, пока оно не ставит государственную идею выше самого человека, пока оно не приносит в жертву человека. Один момент. Второй момент. Обратите внимание, что Авраам проклял всех и надсмотрщиков, и немрода, и тех, кто таскает эти кирпичи, и тех, кто сами падают. Он проклял их всех, потому что общество, пораженное бесчувственностью к человеку, общество, ставящее какие-то принципы глобальные выше человеческой жизни, оно не может существовать. Оно разрушается, так или иначе, разрушается Всевышним. То есть сама идея, что кирпич дороже человека, она вызвала проклятие Авраама. То же самое можно с вами сказать при исходе из Египта. И умерли первенцы всех, в том числе и рабыни, которая сидит за жерновами, и в другом месте говорится, которая в бейтасури, в заключении. Почему? Казалось бы, надо было спасти всех рабов, сбросить оковы, изменить Египет. Но это не так. Та же самая рабыня, самые низкие слои общества, они издевались над сыновьями Израиля, которые были ниже всех. Но и это еще не самое главное. Нет, еще не самое главное. В кровь, в природу вошло понятие рабства, и если бы эта рабыня только смогла стать госпожой, то тогда она бы издевалась над людьми точно так же, как издевались над ней. Переменить внутренний мир человека очень-очень трудно. Для этого потребовался долгий путь от Авраама на 500 лет до исхода из Египта, чудеса Египта, стояние у горы переход через море, стояние у горы, Синай, и еще не все. И после этого сделали золотого тельца. Ну что? Изменения в душах, позволяющие движение вперед, оно все-таки произошло. Все-таки произошло. Хочется что-то спросить, я могу попробовать ответить. То есть я напоминаю, что мы разобрали с вами замечания относительно Бердяева, относительно Шарикова или Булгакова, если сказать более уважительно, можем оставить их пока в стороне. А вот Агаду, Агаду насчет Авраама, который проклял строителей башни всех, всех, в тот момент, когда увидел, что кирпич дороже человека, пожалуйста, если есть что-то добавить, пожалуйста. Если можно, вопрос по казни первенцев. Насколько можно понять, эта казнь коснулась также и оставшиеся евреи, которые остались и в итоге тоже оказались. нет, 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 это совсем другое. Они умерли в ночь наказания темноты, они были похоронены, чтобы их не видели, и после наказания темноты, как вы помните, была казнь первенцев, и первенцев уже никто не мог хоронить, потому что казнь первенцев была в полночь, и ели пасхальную жертву, и к утру начали движение, то есть о первенцах египтян уже никто не думал, зачем были похоронены те, кто остался в Египте, как говорит Медра, чтобы не было осквернения имени Всевышнего, чтобы по крайней мере вот так вот сразу не видели, сколько сыновей Израиля захотели остаться в Египте, поэтому все-таки это все-таки разный момент наказания первенцев и смерть сыновей Израиля в ночь темноты. Спасибо. Спасибо. Равзиев, там еще в чате вопрос от Олега, но он еще по первой части, но вот мне тоже интересно. Сейчас, спасибо, что напоминаете. Так, ищем, ищем чат, вот я его нажимаю, куда он у меня выскакивает, но я совершенно не вижу, да, может мне надо забросить этот ковец, я тогда увижу чат, секунду, чат мы должны с вами открыть, чат, вот, ну вот сколько его можно нажимать, чтобы он появился, скажите мне, ага, вот, наконец он решил появиться, теперь пропал, появился, звук прерывается, только у меня или не только, ну, если звук прерывается, жалуйтесь сразу в прямом эфире, вот, то есть речь идет о том, что народы не согласились менять свой внутренний мир, да, совершенно верно, можно сказать так по-простому, они сказали, мы не можем, мы не можем, да, не можем, мы, если ты на нас возложил семь заповедей новых, конечно, народы тоже не соблюдают эти семь заповедей новых, но здесь в разговоре с Всевышним они не могут сказать ему, ты так на нас возложил семь заповедей новых, они ему говорят, да, семь заповедей новых, это одно, а вот изменить свой внутренний мир, стать другими людьми, это мы не можем, да, не можем, это против нашей природы. Здесь проскакивает еще один момент, о котором я хотел с вами говорить, если у нас хватит времени, это раскаяние, да, в принципе, понятие раскаяния, изменение себя, опять же, раскаяние, оно требуется не только на внешнем уровне, а на глубоком внутреннем уровне, это понятие раскаяния свойственно только для Торы, оно не свойственно ни для каких других теорий, мы пойдем к христианству, мы там найдем что-то похожее, но нам скажут, что человек рожден во грехе, и первородный грех давляет над ним, и в конечном итоге он ничего не может исправить, пусть он уверует и обрящет, и вот что-то такого рода, то есть вера это то, что вас спасет, не действие, не исправление себя самих, а вера это главное, если мы пойдем к мусульманам, то там то же самое, полная путница с понятием раскаяния, хотя последнее время я там, скажем, вижу статьи, в которых присутствует определенное, скажем, понятие раскаяния, но оно также никоим образом не затрагивает внутренний мир человека, и мы должны понять с вами, как бы, что исправление мира возможно только в том случае, если сыновья Израиля не только строят справедливые общества, если праведники народов мира не только соблюдают семь заповедей, а стремятся и те, и другие, каждый по-своему стремятся к высокой духовности, которая уводит человека от дурного желания или, это еще труднее, преобразует это дурное желание, превращает его в потенциал служения, послужения Всевышнему. Если Всевышний разрушает рабские общества, почему так живучи диктаторские режимы? Всегда хотелось бы привести пример, скажем, это один из принципов, которые мы видим с вами и у Рамбана Нахманида, когда он описывает шесть тысяч человеческой истории, и у Равкука, и в Медраше, что мир постепенно исправляется. Та тирания, которая была в древнем мире в 17 веке, в 18 веке, нам ее трудно даже себе представить. Мы сегодня видим перед собой, в принципе, другой мир. Та тирания, та монархия, которая существует, это совершенно нечто другое. То есть, как говорит Рав Кук, может быть, мы к этому еще вернемся, что после каждой войны мир изменяется. И он называет это обрезание, как бы, убирание, убирание, в смысле, убирание из мира диктаторов. Арицим. Вот Замиад Арицим, говорит он, в своей работе урота Милхама, и мы можем к этому вернуться. Мир меняется в лучшую сторону. Мы находимся с вами в шестом тысячелетии, в то время, которое соответствует шестому дню, и уже после того, как был сотворен Адам, человек, и какие бы, скажем, злодеяния в мире еще не оставались, какие бы режимы в мире не оставались, мир идет и улучшается. Он становится менее управляем тиранами. Если мы с вами заглянем в Африку, Иди Амин, который ел уши своих врагов, но его тоже уже нету. Уже прошло много лет с этого времени. Так что режимы могут быть живучи. И мы понимаем, что и учение Абраама о том, что человек создан по образу и подобию, оно распространяется в мире довольно долго. Довольно долго, проходя самые разные этапы, но сегодня это другой мир благодаря, именно благодаря этому учению. Не благодаря увлечению Аристотелем арабского или западного мира, не благодаря научным открытиям, в какой-то степени может быть, но благодаря влиянию учения Абраама, то, что человек создан по образу и подобию, мир становится менее жестким, менее жестоким, и это касается также и власти. Опять же, может быть, вы найдете какие-то противоположные примеры, всегда могут быть исключения, но, по крайней мере, хотелось бы, чтобы мы это усвоили как идею Рамбана, Нахманида и Равкука, который говорит, что каждая большая война, она приближает приход Машиаха, что злодеи уходят из мира, и он соотносится со смертью праведников и так далее. Очень надеюсь, что мы доберемся с вами до Равкука подробно и сможем изучить эти моменты. Можно еще вопрос раз? Пожалуйста, мы для этого собираемся. Я еще все не могу первую часть до конца все-таки понять. Вот хотела уточнить, вот вы сказали, что народы мира, они выполняя всем медсвод нох, они, но эти заповеди, они в обществе действуют и проверяются обществом, а вот законы, которые даны сынам Израиля, они где практикуются и кем они проверяются, ну, как бы, их соблюдение? Я понимаю, да, я не имел ввиду, что они, я имел ввиду разный характер законов, разную их направленность, да, законы, которые даны сыновьям ноха, они даны для того, чтобы построить справедливое общество, они не ставят перед собой целью исправления внутреннего мира человека, да, так что, если есть правитель, да, который строго следит за тем, чтобы не воровали и который, допустим, не знаю, не ловите на слове, возьмет вора и выпарит его публично, чтобы другим не повадно было, да, так это задача, это задача законов сыновей ноха, это характер и задача сыновей ноха, да, задача Торы, да, задача Торы исправить внутренний мир человека, да, понятно, что всегда будут воры, понятно, что, к великому сожалению, всегда будут убийцы, вот, но цель, да, понятно, что должно быть государство, да, понятно, что должно быть государство, одна из задач царя, важнейшая задача царя, это устанавливать высокие моральные нормы, задавать планку высокую, моральные, задавать моральные нормы, не только как прописано в букве Торы, а вот взять высокую моральную планку, можем потом поговорить об этом, и установить, утвердить ее, это задача царя. Но главное то, что Тора направлена на исправление внутреннего мира человека. Если не исправить желание человека, если не исправить его силу воображения, как говорит Рамбам, тот же Равкук пользуется этим понятием очень широко, то есть если не исправить силу воображения, силу воображения, вот как он представляет себе мир сейчас и куда этот мир должен прийти, как его нужно исправить, в чем его нужно исправить, это великое дело, постановка задач, который стоит перед человеком, вот куда он хочет привести мир. Это сила воображения. Если не исправить желание, если не исправить силу воображения, то невозможно построить по-настоящему общество. Общество, самое главное, невозможно стать тем народом, через который распространяется божественное присутствие. Потому что для Всевышнего, как мы понимаем, для него важно не только поведение, хотя этот момент тоже может быть очень важный, для него, как говорит, как сказал нам Раф Гемарри, Рахмана Либе Баев, Всевышний требует сердца, Всевышний требует искренности, чтобы он не строил из себя праведником, а был праведником, искренне, чтобы это было для тебя естественно. Изменить естество человека – это требование Торы, и ни один из народов такой задачи не ставит, изменение человека. Опять же, если мы будем говорить о христианстве, оно нам скажет, что человек рожден в грехе, первородный грех, и ничего изменить нельзя. В скобках можем сказать, что человек, как мы можем представить себе, и из Раши тоже, и из второй главы Берешин, он рожден до греха. Просто в Торе не все события описываются последовательно. Человек рожден до греха. Это как бы важно, как частный момент. И вообще, в принципе, человек – существо бесконечное, с бесконечной душой. Ему все под силу, и уж тем более, изменить себя, изменить свой внутренний мир. Для христианства это не так. Есть первородный грех, который невозможно преодолеть. Ислам, для него давлеющей идеей является то, что Аллах – это все, а человек – это ничто. Человек – это ничто. И если там появляется понятие раскаяния в исламе, то это раскаяние такого плана, что ты не вышел и не убил своего врага. Это преступление. Это преступление. Ты должен выйти и убить своего врага. Если ты это не сделал, это большое преступление. То есть направленность ислама понятна, и направленность христианства понятна. А мы говорим об изменении внутреннего мира человека. Мы просто сегодня с вами не успеваем, но я бы хотел с вами посмотреть, что, как ни странно, Карл Маркс говорит об изменении внутреннего мира человека по-своему, нереально, не с точки зрения Торы. Но он, будучи потомком Маорала, он затрагивает этот вопрос. Христианства нет, мусульманства нет, а Карл Маркс – да. Я попробую сделать это на следующем занятии, чтобы сейчас не вдаваться в изучение работ Карла Маркса на скорую руку. А можно сказать, что народы мира уже выполнили свои заповеди, потому что наказываются и убийцы, и воры? Выполнили свои заповеди, приняли на себя заповеди, потому что наказываются убийцы и воры. Не знаю, что здесь можно сказать. Хотел с вами посмотреть несколько строк о том, как Раф Кук пишет о раскаянии. У него есть потоки света раскаяния. Глава пятая в потоке света раскаяния. Сейчас я вижу тут в чате замечания. Попробую с ними соотнестись. Вот это просто, просто. Я бы сказал, безобразие. Нажимаю чат, а его нету. Его просто нету. Секунду. Может быть, он под. Вот он, под всеми, всеми, всеми файлами. Рафзеев. У сыновей Ноха, чьим потомкам был Авраам, были равные опции в соблюдении заповедей. Но каждый из них воспользуется особой свободой выбора. Исполнять желание волю Всевышнего или свою из тех потомков новых, которые соблюдали заповеди мной новых и раскрыли потенциал истинной суть человека, бесконечность. То есть, душа и такие потомки могли и принять Тору. Не знаю, как бы, это вопрос сложный. Если вы помните, мы говорили о том, что Авраам не из обычной семьи, что после потопа тоже было разделение, ветви определенные. И от Шема и его внука Эвера, у которого родился Пелек, пошли потомки, которые обладали пророчеством, несли знания Всевышнего. От них был и Терех, и от них был и Авраам. Не все, думаю, как бы, семейства, они пошли по этому пути. Потом Авраам, как мы представляем себе, он отличается от всех тех, кто знал о Всевышнем и от того же Шема, отличается тем, что он заявил об этом людям. Он понес учение, он понес учение, и в заслугу этого возник от него народ, который дальше несет учение, соотносяясь с исправлением мира. Просто я по вопросам вижу, что, смотрите, если мы с вами будем уходить в детали, то мы с вами никогда не выберемся. Мне бы хотелось, чтобы мы усваивали с вами на уроке принципиальные идеи. Всегда могут быть какие-то исключения, безусловно. Но вот сама по себе, скажем, сама по себе идея разной направленности законов Нооха и Торы, мне бы очень хотелось, чтобы мы ее с вами усвоили. Что есть те, кто должны, пожалуйста, есть праведники, они могут либо присоединиться к еврейскому народу, либо они могут быть праведники народов мира. Не знаю, как они справятся в той среде, в которой они живут, но это пожалуйста. Все это может быть, но идея, она понятная. Из Сиона выйдет Тора, а для того, чтобы она вышла из Сиона, ее кто-то должен принять и воспринять. И слово Бога из Ярушалайма. И для того, чтобы в Ярушалайме было слово Бога для всех народов, его кто-то это слово должен нести. И здесь важно не только соблюдение формальных правил, а важна направленность души, направленность души ко Всевышнему, стремление в душе прежде всего исправить мир, сделать его достойным божественного благословения. Это то, что мы можем себе представить. Я хотел соотнестись еще с несколькими вопросами. Сейчас мы попробуем это сделать. Во-первых, хочу остановить шею, чтобы всех вас увидеть. Мне как бы в неурочное время было задано целый ряд вопросов. Часть из них касается темы, которую я назвал библейская критика или, можно в скобках, израильская археология. Библейская критика – это наука, которая возникла в конце XIX века, когда появилось свободное мышление, церковь перестала совсем давлять. И начали Тору рассматривать с научной точки зрения, доказывая, что она была написана, так сказать, не одним человеком, а несколькими людьми, не в период исхода из Египта, а, скажем, часть ее дописывалась, не поверите, в средние века. Потом, когда были обнаружены в 1948 году кумранские рукописи, как вы помните, которые датируются, самые ранние из них датируются 2000 лет назад, период разрушения второго храма. Есть и более древние рукописи, которые хранились в пещерах, были спрятаны, да, и там, пожалуйста, есть отрывки из пророков, которые цитируют Тору, да, и так далее. То есть это не могло быть написано, это не могло быть написано никоим образом в средние века. Ну, хорошо, не в средние века, так значит, это Эзра, новая теория, да, новая теория, то есть научных теорий может быть сколько угодно, да, как говорит один из моих учителей, совершенно непревзойденный историк, да, я даже не знаю, сказать по истории Ближнего Востока или вообще просто мировой истории, да, профессор Демский, да, Он говорит, что есть правда Торы и есть историческая правда, и он соотносится с историческими открытиями, но он предупреждает, да, что правда Торы, она не меняется, а исторические открытия, они меняются. Сегодня говорят одно, завтра будут говорить, завтра будут говорить другое, да, теперь, значит, появляется такое соображение, да, что Эзра написал законы Кагенов, потому что он сам был Кагеновым, потому что он хотел придать значение Кагеновым, уже получилась вся книговая икра, и он вообще придумал, скажем, миф о мощном государстве, потому что, потому что царь Шламо и царь Шламо, царь Давид и царь Шламо, они были племенными вождями, и никакого вожденного государства в то время, во время их жизни, оно не существовало на территории Израиля, да, вот. Я вижу, что в русскоговорящей среде распространяются, распространяются эти мнения, мнения совершенных профанов, потому что наука состоит в том, что есть одно мнение, а есть другое мнение, да, вот. Более того, мнение о том, что Шламо и Давид и Шламо были племенными вождями, оно давно, оно давно отпало, да. Был такой археолог Мазур, да, его дочь, ну, может быть, лет 20 назад, может, чуть больше, она раскопала город Давида, да, о котором говорили, что он слишком маленький для того, чтобы управлять такой империей, которая описывается в Танахе по поводу Давида. Она раскопала огромный дворец, огромные строения, да, времен Давида, а сейчас уже раскопан и дворец, и дворец Шламо. Ну, однако, значит, некоторые, некоторые люди по той или иной причине, которую я, в общем, понимаю, но не стоит ее разбирать, они продолжают то, что называется шита минималистит, минималистская школа, скажем, которая говорит о том, что никакого такого мощного государства во время Давида и Шламо не было. Я вам хочу продемонстрировать книгу, которая у меня стоит уже лет, ну, пять, как минимум, дома, да, которая, на обложке которой вы видите модель храма, которая была найдена в одном из городов периода Давида, города мощного и города укрепленного. Да, он в Танахе называется Бейджауим, город с воротами, обычно в город вели одни ворота, а здесь двое ворот, это такой покраничный город, через который проходили купцы, да, он находится в районе долины Эми Каэла, вот, если кто-то знает, да, и раскопки показали, что, показали, что был храм, найдена модель, найдена модель храма. Здесь, как вы видите, внутри этой книги человек совершенно без кипы, археолог, да, стоит на раскопках, на раскопках города Бейджауим, да, и описывает царство, мощное царство Давида, один из городов ограниченных, который был построен им для того, чтобы противостоять филистимлянам, да, вот, и все подобные заявления, которые произносятся с большим опломбом, да, и выдаются на людей безграмотных, или которые хотят принципиально оставаться безграмотными, да, я просто прошу вас, как бы, да, если, так всегда в жизни, любой вопрос требует исследования, да, если вы, если вы чем-то занимаетесь, да, то требуется, требуется посмотреть несколько сторон, что говорилось по этому несколько лет назад, 10-20 лет назад, что говорится сегодня, только таким образом можно представить себе научные данные, просто ткнуть статью человека безграмотного, который, который не приводит ни одной ссылки, да, взял интервью у какого-то ученого, там, скажем, да, из университета, не помню, может быть, из еврейского университета, везде есть люди недобросовестные, насколько Академия в плане гуманитарных и археологии, может быть, недобросовестные, я не знаю, не могу вам рассказывать, да, вот, но, скажем, да, и он просто высказывает это мнение, пишет, в Академии установлено, Академия пришла к выводу, никакому выводу Академия не пришла, кроме того, что минималистская школа, сужающая царство Давида, говорящая о том, что город Давида был маленьким, из него нельзя было управлять империей, это все очень сомнительные посылки, к этому выводу пришла Академия, да, ну и так далее, этим надо как бы отдельно заниматься, не знаю, можем ли мы с вами всем заняться, но библейской критикой мы постараемся с вами как-то заняться, по поводу библейской критики существует такая шутка, да, говорят, что Тору написал не Маше, а его дядя, которого тоже звали Маше, да, вот это как бы подобные научные выводы, они гуляют по всему свету с полной серьезностью, да, в настоящее время проведено множество раскопок и на территории холма Дана, да, город Дан, столица колена Дана на севере, были найдены надписи, в которых упоминается, в которых упоминается имя Давида, да, также и целая история всплывает перед нами из камня царя Мейша, Маабитского царя, и был недавно открыт стела, на которой упоминаются имена Белама и Балака, да. Ну что ж теперь делать ученым, которые говорят, что во времена Эзры было написано и Краба, и Мидбар, и книга Дворим, что они будут вам говорить? Они говорят вам, что Эзра использовал те имена, которые употреблялись во время, скажем, в то время, которые соответствуют исходу из Египта, которого не было, он в это время, вот употреблялись эти имена, и он использовал их, когда он писал, дописывал книгу, воикра и так далее, да. Вот, и я хочу вам сказать, как бы, общее такое, общее такое соображение, да. Это как же, так же, как с происхождением от обезьяны. Если кто-то хочет происходить от обезьяны, его полная воля, ему ничего нельзя возразить, да. Ну, если только изучать теорию эволюции, да, теорию эволюции с многими-многими пробелами, которые в ней есть, может быть, тогда, да, ну, его право, он хочет происходить с обезьянами. То же самое, да, кто хочет происходить, да, от врунов, лгунов и тех, кто занимался на протяжении своей жизни подлогом, да, скобка скажу, что ни одному человеку на свете, если так говорить, да, если это Мше или если это Эзра, не удалось никому таким замечательным подлогом, такой подлог составить, чтобы эти книги читали во всем мире, переводили миллиардами экземпляров, да, никому это не удалось. Ну, хорошо, ты хочешь происходить от воров, обманщиков, да, вот, людей, которые боролись за власть, людей, которые на какой-то лжи строили государство, пожалуйста, твоя воля. Ну, меня оставь в покое, да, я, да, в одном фильме говорится так, да, тот, кто с неуважением относится к своим предкам, далеко не уйдет, вот, так что, вот, пожалуйста, всегда выбор, невозможно это все перебирать, понимаете, да, вот, уже это отработанный, отработанный хлам, да, это библейская критика, которая вот на сегодняшний день не выдерживает никакой критики, все эти израильские изыскания археологические, да, вот, которые говорят, что не только исхода не было, но и завоевания Игашуа не было, да, вот, что города, которые описываются, ну, мы там действительно находим следа пожаров, ну, это за 200 лет раньше, чем Игашуа завоевал землю. А что тебе стоит сказать, что Игашуа на 200 лет раньше пришел в землю? Это как раз соответствует той дате, которая есть в Торе, да, вот, и так, и так далее, это, понимаете, это, вот, и все это можно, и все это можно разбирать, и, как бы, но, мне кажется, несколько все-таки бесполезной траты времени, да, либо мы верим в наших предков, что они не были обманщиками, что они из поколения в поколение передавали традицию, либо мы считаем, что они все подделали, да, и таким образом, с этой точки зрения, мы превращаемся в мусульман, которые считают, что евреи перебрали всю туру, да, каждому свобода выбора полная, да, вот, как поется у Акуджавы, я никому претензий не имею, каждый выбирает по себе, да, вот, здесь я остановлюсь, если есть какие-то, набрались вопросы, я постараюсь на них ответить, да, вот, а дальше мы постараемся с вами, я постараюсь спланировать так время, чтобы мы немножко могли пройти по истории, изгнание из Испании, очень важный момент, Ирамбана, Нахманида несколько раньше, да, вот, и поговорить о смысле заповедей, я приготовил целую тему для вас, вот, постараемся, постараемся, вот, чтобы наш курс был наполнен со всех, со всех сторон, хорошо, если есть что-то, хочется спросить, я готов, у нас, может быть, есть несколько минут, я не знаю еще, да, так, так, все говорят, большое спасибо, спасибо вам, я очень надеюсь, что кроме того, что это познавательно, это еще и интересно, очень надеюсь, да, а то, что же я, что же я застану на следующем уроке, думаю, так что, ладно, дай Бог, дай Бог, будем двигаться с вами дальше, понимание, да, понимание очень важная вещь, понимание очень многое исправляет в мире само по себе, да, если я понимаю, откуда я и куда я, да, по-настоящему, это уже само по себе большое-большое исправление, большое исправление и себя, и мира. Так, хорошо, всем спасибо за внимание, я бы даже сказал за терпение, вот, жду ваших вопросов во всех форматах и чатах и так далее, вот, и постараюсь отвечать, ну, и на мои вопросы тоже не забывайте отвечать, спасибо.